В январе 2024 года Татьяне Ивановне Александровой, автору знаменитой книги «Домовёнок Кузька», исполнилось бы 95 лет. Родился Кузька в 1972 году в баньке-усадьбе художника Василия Поленова в Тульской области. Сначала он был пожилым, с седой бородой и в колпаке, а перед читателями Кузька предстал помолодевшим ребёнком-домовёнком. Ему всего-то семь веков, что по человеческим меркам семь лет. Первая глава книги рассказывает, как Кузька поселился в новой квартире, куда переехала девочка Наташа с родителями. Друг от друга они узнают много интересного. Под веником кто-то был. Девочка взяла веник, да так и села на пол. До того испугалась. Под веником кто-то был. Небольшой, лохматый, в красной рубахе, блестит глазами и молчит. Девочка тоже молчит и думает, может, это ёжик? А почему он одетый обут, как мальчик? Может, ёжик игрушечный? Завели его ключом и ушли. Но ведь заводные игрушки не умеют кашлять и так громко чихать. Будьте здоровы, вежливо сказала девочка. Ага, басом ответили из-под веника. Ладно. Апчхи! Девочка так испугалась, что все мысли сразу выскочили у неё из головы. Ни одной не осталось. Звали девочку Наташей. Только что вместе с папой и мамой они переехали на новую квартиру. Взрослые укатили на грузовике за оставшимися вещами, а Наташа занялась уборкой. Веник отыскался не сразу. Он был за шкафами, стульями, чемоданами в самом дальнем углу самой дальней комнаты. И вот сидит Наташа на полу. В комнате тихо-тихо. Только веник шуршит. Когда под ним возятся, кашляют и чихают. «Знаешь что?» Вдруг сказали из-под веника. «Я тебя боюсь». «И я вас», — шепотом ответила Наташа. «Я боюсь гораздо больше. Знаешь что? Ты отойди куда-нибудь подальше, а я пока убегу и спрячусь». Наташа давно бы сама убежала и спряталась. Да у неё от страха руки и ноги перестали шевелиться. «Знаешь что?» Немного погодя спросили из-под веника. «А может, ты меня не тронешь?» «Нет», — сказала Наташа. «Не поколотишь? Не жваркнешь?» «А что такое жваркнешь?» — просила девочка. «Ну, нападашь, отлупишь, отдубасишь, выдерешь. Всё равно больно», — сообщили из-под веника. Наташа сказала, что никогда не, ну, в общем, никогда не стукнет и не поколотит. «Ах, беда, беда, огорчение, что не скажешь не по разуму, что не молвишь всё попусту, что не спросишь всё бестолку». Незнакомец вывалился из-за веника на пол, локтями в воздухе машет. «Ох, охте мне, батюшки, охте мне, матушки! Вот тетёха недотёпа невразумиха непонятливая, и в кого такая уродилась? Ну да ладно, а я-то на что? Ум хорошо, а два лучше того». Тут Наташа потихоньку стала смеяться. «Уж очень потешный оказался человечек в красной рубахе с поясом, на ногах лапти, нос-курносы, орут до ушей, особенно когда смеётся». «Знаешь что, тогда я совсем тебя не боюсь, я ведь храбрый». И Кузька рассказал свою историю, где жил в маленькой деревеньке в избе под печкой с другими глупыми домовятами. С кем встретился в большом лесу, как познакомился с бабой-ягой, почему сбежал от неё и как, наконец-то, оказался в самом лучшем доме. Потом Наташа рисовала портрет Кузьки. И на чистом листе возник ещё один рисунок. Увидев его, Кузька перекувырнулся от радости. Всё в точности, будто в зеркало глядится. Ну, может, помоложе лет, этак на сто. Шесть веков ему на рисунке, не больше. А мы с вами попробуем смастерить своего Кузьку. Ведь Кузька в дом, счастье в нём. Для этого нам понадобится цветная бумага, бумажная тарелочка, оранжевая краска, кисть, ножницы, клей и фигурные дыроколы. По шаблону обводим контуры головы Кузьки и вырезаем. Волосы домовёнка красим оранжевой краской. С помощью ножниц формируем прическу нашему Кузьке. По шаблону из зелёной бумаги вырезаем две детали воротника, а из красной – рот. С помощью фигурных дыроколов вырезаем детали для глаз, щёк, носа и украшения для воротника. Синие и оранжевые цветы склеиваем между собой. Получились глаза с рыжими ресницами. Нарисуем зрачки. Наклеим глаза на лицо Кузьки. Половина оранжевого цветка будет носиком. Наклеиваем рот до ушей. И щёки розочки. Оформим воротник зелёными деталями. И украсим жёлтыми цветами. Наш Кузька готов. Дочь Татьяны Ивановны Галина решила продолжить начатое мамой дело. И одна за другой на свет появились ещё девятнадцать книг, повествующих о приключениях Кузьки и его друзей. Что только с ним не случалось. И поссоренных бабой Его и домовых мирить приходилось. И звёзды спасать. И с волшебниками разными знакомиться. А то и с невидимками дело иметь. Приходите к нам в библиотеку и читайте истории про Кузьку.